Формирование кабинета министров Чувашии завершено. Изменилась сама структура правительства. Появились и новые лица. У председателя правительства Ивана Моторина теперь два заместителя. Сегодня с членами нового кабинета министров встретился Михаил Игнатьев. Созданию новой структуры послужили весомые аргументы. Согласно реестрам государственных должностей, согласно вопросам борьбы с коррупцией, были представления со стороны прокуратуры. И мы скорректировали нашу структуру кабинета министров. И два вице-премьера, которые будут курировать. Один из них, Михаил Сергеевич, реальный сектор экономики. Второй вице-премьера, наверное, будет курировать социальный блок. Свои посты в правительстве сохранили ключевые министры. Министр финансов Светлана Янилина. Владимир Аврелькин возглавляет Министерство экономического развития, промышленности и торговли. Сфера образования и молодежной политики под контроль на Владимиру Иванову. Александр Иванов по-прежнему отвечает за информационную политику и массовые коммуникации. Надежда Прокопьева также возглавила Министерство юстиции. Во главе отрасли здравоохранения Алла Самойлова. В составе правительства шесть новых человек. Министром сельского хозяйства стал Сергей Артамонов, ранее возглавлявший управление в администрации главы Чуваши. За развитие транспорта и дорожного хозяйства теперь будет отвечать Владимир Доброхотов, до этого руководивший муниципальным предприятием Доракс. Владимир Филиппов, бывший министр транспорта, назначен помощником главы Чуваши. Развитием спорта будет заниматься Сергей Шелтуков, ранее работавший заместителем министра. Сергей Павлов исполняет обязанности министра природы и экологии. Новое лицо в правительстве республики и исполняющие обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела. Константин Яковлев до назначения возглавлял Чувашскую национально-культурную автономию в Татарстане. В структуре правительства появилось и новое направление – социальная политика и труд. Министром назначен Сергей Дмитриев. Мы сегодня впервые собрались с новым составом кабинета министров Чувашской республики. Рассчитываю в целом на кабинет министров и в целом и отдельно на каждого руководителя организано-культурной власти, чтобы прибавить о своих оборотах и будете делать все для того, чтобы оказанное доверие оправдать. Вадима Ефимова присвоили звание заслуженный работник культуры Чувашии. Анатолий Кузьмин и Сергей Мельников получили благодарности от главы Чувашии. Михаил Игнатьев поставил перед правительством серьезные задачи – улучшить главные показатели, по которым оценивается социально-экономическое развитие республики. В Чувашию должны прийти новые инвестиционные проекты. На другой, более высокий уровень, выходит частное государственное партнерство. Логическое завершение должны получить уже разработанные проекты. Это и полигон ТБО, и гемодиализный центр, и развитие услуг скорой помощи. Глава Чувашии отметил, что в республику вместе с инвестициями придут новые рабочие места. Все социальные обязательства перед нашими гражданами должны, конечно, неуполосительно выполняться. Мы свои обещания все выполняли. И здесь никаких поводов и предпосылок не должно быть, чтобы мы забыли про свои прямые обязательства по выполнению своих обязательств в социальной сфере. Сохранять и укреплять стабильную общественно-политическую ситуацию мы обязаны работать на повышение качества жизни. Наша с вами насущная задача. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.